Теплотрасса Весь процесс происходит в четыре этапа. Подготовка местности, пробная или пилотная прокладка, увеличение размера горизонтальной скважины и прокладка новых труб. Сейчас на сегодняшний день заключен муниципальный контракт на прокол на замену трубы, которая находится под теплотрассой, под федеральной дорогой. Контракт отыграли. Срок выполнения контракта 15 сентября. На сегодняшний день у нас представители всех служб, заинтересованных в этом деле. Идет трассировка, разметка трассы. Согласовываем с местными службами. Будет выполняться прокол. Работа довольно-таки сложная. Очень долго согласовывали с федералами. То есть это трасса федеральная. То есть мы попадаем в полосу отвода в центр магистраль. Согласование получили. Начинаем работать. Бур, проходя под землей, вырывает канал заданного диаметра. Для постепенного увеличения размеров пробного канала меняется насадка бура и проводится его движение в обратном направлении. Этот процесс повторяется до достижения желаемого диаметра. По окончании этапа производится очередная замена насадки, которая будет производить протяжку новых труб. Они собираются из сегментов прямо на месте укладки на поверхности с постепенным ее углублением. Монтаж труб производится в приямках. Подрядчик за пару дней демонтировал старые прогнившие трубы теплотрассы, подготовил приямки для производства работ, пробурил два канала и вскоре начнет протяжку труб. Напомню, что их длина составляет чуть более 50 метров, а диаметр 273 миллиметра. Толщина стенок труб составляет 8 миллиметров. Трубы теплотрассы будут помещены в металлические гильзы. Работы планируется завершить к середине сентября.